Всем доброго, меня зовут Александр. Сегодня мы будем делать маленькое такое видео, небольшое. Сегодня мы будем делать патрон для пистолета Кольт 1911. Для начала, скажу сразу, я его немножечко видоизменил, как он был предложен автором разверток. Изменил его в чем? В том, что там он скручился из листов, из полосок. Вот я их тут нарезал. И первые две полоски будут практически одинаковые. Вот, с одной стороны 32, с другой 31 миллиметр. Предыдущая была тут, первая была на миллиметр больше. Было 33, 32. Я их сделал две одинаковые, почему, сейчас скажу. Вот, две полоски. Первая скручивается в трубочку. Вот, где вот 32. И начинается... Не в трубочку, а в... Как вот называется-то? Стержень, может быть. Скручивается все на сухую, и... С помощью клея крепятся только края. Так вот намечается. И смотрим, что уже начинает нормально скручиваться. Теперь чуть-чуть вот отпускаем. И делаем так, чтобы у нас низ патрона был ровный. Одна сторона ровная, а вторая будет чуть-чуть с такой полу-выпуклой. И края скрепляем, клеим. Продолжение следует... Получилась вот такая вот вещь. Так, ну вот пусть она пока сохнет. Я тут до этого скатал уже таких брусочков. Сидел там, смотрел какой-то фильм. Вот, и в принципе они такие как бы почти одинаковые, что сверху, что снизу. Просто у меня отмечено, что вот это вот низ, вот это верх. Не очень заметно, что тут вот небольшое вот такое вот скругление, но практически одинаковое. Теперь продолжаем мотать стороной где 32, мы прикладываем к 31. У нас получается миллиметр. И этот миллиметр мы сдвигаем в сторону плоскую. Так, сейчас мы его намажем клеем. Вот, приклеиваем, где у нас закончился, чтобы стык-стык. Вот, приклеили, у нас получился вот тут вот такой вот выступ миллиметр. И теперь продолжаем скручивать. Опять же смотрим, чтобы у нас вот это было ровное. И опять же промазываем клеем края. Продолжение следует... Теперь вот, видим, вот у нас получился вот такая вот выемка. И здесь уже видно, что, ну, более-менее вот так вот полукруглая получается. Так, это мы вот два вот таких вот, 32, 31. Тоже я его в сторону отложу. Пусть пока сохнет, вот я предварительно сделал такую же вещь. Вот. Следующим этапом мы на него наклеиваем полоску 31, а с этой стороны уже 29. Так как 31, здесь у нас закончился 31, и эта 31, она будет по размеру. Так. Вот. Продолжение следует... 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 Так, и обматываем. Теперь мы будем ориентироваться, чтобы у нас вот этот край был ровным. Без всяких туда-сюда скосов. Ориентируйся по этому краю, чтобы его был ровным. И так конец гильзы будет. После чего приклеиваем вот эту полоску. Также участками промазываем клей и аккуратненько приматываем. И вот он, наш патрон готов. Потом необходимо будет вот эти части укрепить санкрилатом. Потому что за эту закраину будет цепляться экстрактор. И из патронника патрон вытаскивать. Если не укрепить, то он его просто... Вот этот буртик, он его просто вырвет. Вот этапы строительства патрона. Вот эти первоначальные, они все одинаковой длины. И длина у них 26 сантиметров. То есть, получается, вот скрутили. Добавили. Они одинаковые. Следующая. Еще одна. И финальная. Вот. Ну и потом можно будет красить. Я вот один вот начал. Ну, просто краску подбираю. Вот эта вот дырочка. И сюда я потом буду ставить капсюль. Я его покрашиваю отдельно. И просто вклею таким кружочком. Вот патрон для пистолета Кольт 19-11. На этом данное видео закончено. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал.